всем добрый день дорогие подписчики и гости канала сегодня я с вами хочу поговорить о любви начинать любить нужно в первую очередь себя только когда вы полюбите себя полностью вас полюбят другие и вы сможете любить других не научившись любить себя вы не можете любить других любовь это про счастье а не про страдания поэтому пишем сегодняшнюю тему я люблю себя и упражнение мы проделаем сегодня дважды вы видите разделила 1 и 2 в первом вы напишите все то что вам не нравится первое что приходит в голову когда вы думаете о себе может быть у кого-то это будет щелочка между зубов я не знаю редкие волосы то есть каждый сам а про 2 чуть похоже ну что готовы итак первое что вам в себе не нравится я засекаю таймер поехали итак итак Продолжение следует... Кому-то даже моментами приходится думать, пишем первое, что приходит вам в голову. Продолжение следует... Стоп! Удивительное упражнение, правда? Вроде столько всего в себе не нравится, а тут и написать, и надо подумать, и как это сформулировать. Я думаю, вы сами все поняли, а мы это еще обсудим. А теперь закрываем. Можете прям взять листик. Можете взять листик и закрыть, чтобы не было видно. Теперь я вас прошу проделать упражнение точно такое же за 2 минуты. Вы пишите все то, что вы в себе любите. Я люблю себя. Первое, что приходит в голову. Готовы? Поехали! Поехали! Пока! Продолжение следует... 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 я люблю себя потом женщина должна любить своего мужа потом своих детей ну и дальше там не помню пункты социум любовь к богу еще кому-то считается и опять же хочу уточнить да это мое личное мнение и на своем канале я с вами делюсь тем что работает у меня и своим видением того как жить счастливо как получить именно все то к чему все стремятся то совершенство можете так сказать да к которому вы стремитесь так вот что же такое любовь любовь это изначально если вспомнить историю ради любви из-за любви точнее начинали войны из-за любви покоряли что-то любовь способна править миром из-за любви рыцари шли драться из-за любви завоевывались страны и и города вспомните даже игру престолов очень такой показательный сериал но правильная любовь именно та которая начинается из себя потому что мне кажется мое мнение только научившись любить себя вы можете научиться любить других любовь это не прострадание если вы в своих отношениях страдаете это не любовь вы в состоянии жертвы у вас заниженная самооценка можете назвать это как угодно но там где есть любовь там есть счастье там нет вот этих вот страданий и когда вы поймете что вы вообще классная волшебная и не муж плохой козел ушел там бросил я не знаю бухал а чем что же вы не так сделали что он запил с горя а ведь когда-то вы были счастливы к сожалению это я знаю звучит жестко но это правда и да людей так лучше лучше люди так лучше понимают вам нужно действенный результат или вам хочется а да какие бедные все несчастные давайте поговорим об этом мы разговариваем и мы разговариваем именно о том что очень часто из-за неудовлетворенностью женщиной собой из-за того что она не любит себя не удовлетворена собой своим телом своей внешностью не принимает себя мы все с вами живые люди и время она нам не подвластно пока что да время нам не подвластно мы все проходим через какие-то возрастные изменения меняются лица меняются тела меняется характер ну вот собственно говоря вам мой характер да вот он мне как не нравится я совершенно не умею идти на компромиссы я как сумасшедшая я действительно как сумасшедшая качаю по утрам по утрам пресса чтобы мое тело каждый день доставляла мне радость но при всем при этом если я это не сделаю я буду себя ненавидеть и по сути что я люблю в себе это что я не люблю в себе у меня одно и то же вот в данном если взять именно этот вопрос это мой перфекционизм и посмотрите как удивительно складывается то есть мой перфекционизм который в принципе может сводить с ума меня а членов моей семьи мы начинаем вести нейрографические линии через наш круг чтобы растворить чтобы растворить то что нам не нравится здесь и почему я стала вести линию сейчас вы сейчас поймете мой перфекционизм на личном примере говорю который может сводить с ума во первых меня потому что если я не покачаю пресс утром но такого не бывает конечно да я всегда это делаю но если вдруг кто-то проснулся до того момента как я успела завершить свой утренний ритуал можно так сказать да лучше под руку не попадаться но тем не менее этот перфекционизм посмотрите какой он волшебный сколько он мне дает он мне дает во первых фантастическую силу воли вы покажите мне человека который такие есть их очень много но человек который будет работать сам над собой каждый день на протяжении там определенного количества времени какую-то часть время это занимает и все ради чего ну во первых ради красивого тела что это показывает мой перфекционизм что он мне дает что у меня фантастическая сила воли вы попробуйте покачайте это сначала но этот перфекционизм также во всем и да я люблю себя я благодарю себя за этот перфекционизм он делает меня лучше я люблю в себе это качество и мне многие могут похвастаться и я его искренне в себе люблю и вот эта вот линия которую я сейчас провела это та линия того что я в себе люблю я себя за это очень сильно уважаю прям вот очень уважаю что еще у меня было волшебного замечательного можете перевернуть листик и посмотреть и прямо по списку нарисовать я очень радостный человек я во всем всегда нахожу радость я всегда и во всем стремлюсь найти радость я очень радостный человек у меня такая вот легкость да не надо никого грузить давайте все расслабимся давайте все расслабимся и насладимся этим прекрасным миром и все прекрасно я очень радостный я очень легкий человек у меня всегда прекрасное настроение я это в себе люблю и каждую линию которую вы ведете вот у меня сколько у меня там 39 слов получилось не обязательно все да но какие-то самые важные я люблю свою улыбчивость и вот эта радость с которой я иду по жизни да по моему по мне не скажешь что мне 18 лет но по мне не скажешь что мне 35 не скажешь что 18 не потому что я плохо выгляжу да а потому что глаза выдают какой-то жизненный опыт то через что мы прошли да и это стоит себе уважать это сделала меня то какой я есть так вот радость легкость и есть еще одной я не хочу сюда это вносить я хочу действительно отдельно это вынести для меня это очень важно это то что помогает мне быть мной это то что помогает мне жить и еще одна причина того что делает меня счастливым я в себе это качество очень сильно люблю вы знаете у меня есть невероятная черта и я хочу чтобы вы в себе нашли сейчас эту черту тоже у меня есть детская искренняя вера в чудеса искренняя детская вера в чудеса я прям хочу это отметить потому что для меня это очень важно я ценю себе веру в чудеса та вера которая есть у наших детей если у кого-то есть дети та вера которую вы чувствовали когда вы сами были ребенком я верю в чудеса и я люблю эту черту в себе я люблю это в себе мне это нравится меня это делает счастливой к телу мы еще не дошли но если вам очень хочется вы можете произносить фразы про тело но мне кажется что начать с характера это будет правильнее потому что характер у нас формируется с рождения можно так сказать и очень многие из вас сейчас начали бы жестить в отношении своего внешнего вида я люблю в себе веру в чудеса именно вот детскую невинную чистую веру и искренне живу этим этой верой ну что кто еще в себя что любит какое качество у меня все представляете даже маркер со мной попрощался что еще кто что хочет отметить у кого выходит я люблю себя и и я люблю в себе как мы с вами проговорили перфекционизм да мы с вами проговорили веру в чудеса дышите поблагодарите себя за это я очень сильно люблю в себе люблю в себе то что я прекрасная жена и мама я действительно невероятная жена и мама я действительно невероятная жена и мама кто из вас ведет эту линию подумайте умеет можете ли вы быть настолько вот что у вас ведет эту линию что вы вдохновляете вдохновляете своего мужа вдохновляете своих детей какой энергии вы встречаете мужа когда он приходит домой а все начинается с любви к себе если вы найдете причины любить себя хотя любовь безусловно и себя надо любить в принципе по умолчанию просто за то что ты есть для тех кто этого не может мы сейчас ищем причины за что себя любить потому что только когда вы любите себя вас любят другие люди только когда вы сами стараетесь для себя другие начинают стараться для вас здесь банальный пример но вы например в качество которое вам себе в себе не нравится указали я не могу отказать я не могу сказать нет неважно кому-то на улице на работе еще где-то еще что-то да то есть а почему вы не можете себе отказать но они же меня любить не будут а вам что нужна их любовь вы почему так сильно боитесь потерять чью-то любовь я вам открою секрет они вас не любят за то что вы нет не говорить нет не говорите а то что вы боитесь отказать чувствуете себя несчастной из-за этого делая например или не делая это говорит о том что у вас низкая самооценка и вы себя не любите поэтому вам очень очень нужно чтобы вас любил кто-то другой но этот другой вас не любит вас тот другой полюбит любой полюбит когда вы полюбите себя человек который не уважает сам себя его не уважает никто и никто не любит посмотрите сколько линии у нас получилось внешность добрались мы до этой восхитительной прекрасной внешности поверьте мне самые красивые женщины этой планеты имеют огромное количество комплексов и каждый день видят в отражении зеркала какое-то несовершенство и то что им кажется несовершенством этим восторгается весь мир один из ярких примеров про внешность это супермодели стремящиеся к совершенству которые и так совершенные так идеально восхитительные красивые тем не менее они страдают анорексией погибают молодыми и оказываются в больницах я не говорю что лишний вес это хорошо точно так же как и не говорю что анорексия это хорошо внешность это достаточно такое непростое понятие и вы можете выглядеть абсолютно так как вы захотите а если вам кажется что можно было бы подкачаться так можно подкачаться если вам кажется что годы не щадят никого на это есть косметологи и то же самое подкачаться но есть люди которые любят себе каждую морщинку потому что эти самые морщинки вокруг глаз это говорит о том что вы в своей жизни улыбались и что-то делало вас счастливыми и посмотрите на свое лицо прямо сейчас бросьте вы этот рисунок подойдите к зеркалу положите на него ладошки загляните в себе глубоко в глаза и скажите я люблю тебя скажите это самой себе а я веду линию и я люблю себя с этой стороны может быть я люблю себя у кого-то шрамики и вы помните глядя девушки у которых есть дети может быть они у вас появились из животика да и у вас есть шрам и вы я уверена многие из вас если спросить вы скажете я люблю этот шрам точно так же и шрамы на вашей душе которые есть в вашем сердце они сделали вас такой какая вы есть чувственная добрая ищущая ответы работающая над собой и меняющая свою жизнь по моему мнению раньше вот может быть в древности вы знаете и обращались искали как-то ответы на подобные вопросы были такие женщины их называли ведьмами но этого не стоит бояться они не ведьмы они ведали ведающие знающие и знающие тайны какого-то бытия да поэтому здесь можно так вот сказать да а по моему мнению я сам делюсь своим мнением от женщины зависит какая семья и и если вы замените намерение свое получить от мужа от мира от детей замените его на намерение дать дать любовь дать свою энергию дать силу поддержку узнать элементарно как человек день провел и что он сегодня чувствует вместо того чтобы пилить и спрашивать а что ты сделал для нашего дома и если вы начнете делать любить себя и давать не требовать от кого-то а давать другим то что желают они из состояния любви поверьте мне можно не знать что желают мы не говорим сейчас о колоссальных суммах или миллионов долларов энергия которую дает женщина она творит чудеса именно благодаря женской энергии мужчины становятся успешными потому что женщина давая свою энергию вдохновляет его как вы думаете когда человек вам дарит какой-то например подарок видит вашу радость восторг цветочек дарит видит вашу радость видит ваш восторг а что ему хочется конечно ему хочется сделать больше чтобы получить еще больше этих вот эмоций благодарности вот этой вот энергии колоссальной так говорила посмотрите как сильно я люблю себя я себя очень люблю но я каждый день себе об этом напоминаю именно в те самые 30 минут в утром которые я посвящаю себе с этих минут и начинается моя жизнь посмотрите может быть вы видите на листе что вы еще любите в себе может быть всплыло что-то какая вы замечательная то чего вы не замечали вы может быть королева красоты забыли об этом во-первых вот здесь вот у меня просится кружок непонятный но я обязательно пойму про что он меня принимая себя любя себя вы сразу получите все дивиденды у вас сложатся отношения с мужем с детьми у вас и на работе все пойдет хорошо более того деньги придут никто не хочет идти туда где сидит унылый какой-нибудь бурндючок который все время причитает и говорит что что-то там негативное никто туда не хочет поверьте мне и вы у нас достаточно простых примерах я думаю увидели как все свои недостатки можно превратить в достоинство на примере перфекционизма посмотрите сколько всего замечательного проявляется когда вы перестаете концентрироваться на чем-то негативном и начинаете жить любя себя после этого любя своего мужа своих детей и любя весь мир любовь это про счастье там где есть любовь там не страдают не мучаются не плачут и не умирают от любви от любви не умирают умирают от одиночества я видите даже примеряюсь сначала мне одна бабушка удивительная много лет назад сказала мужчины не любят таких грустных мужчины любят легких как бабочки причем той бабушки было лет 90 и она прыгала во дворе и вот так вот сказала на нее все смотрели с восхищением как она там мурлыкала танцевала при пританцовывала на улице мне это очень запомнилось и бывают моменты когда хочется погрустить пойдите поплачьте в ванной слезы это очищение это хорошо но идите с легкостью по жизни с улыбкой энергия энергия мужчины она побежит туда где ему хорошо он не пойдет не захочет идти туда где ему плохо а если он вынужден туда идти то больше он туда скоро не придет и дальше что получается он женился то на красивой легкой а потом в россии так часто да например например говорят а потом она там злой стала а потом она толстела еще что-то стараться нужно всегда а потом просто эта женщина забыла любить себя но именно женщина создает и задает тон во всем мире я закончила долго вещала хочется взять розовый переходим к цвету может быть кому-то тут бабочки мерещатся я люблю себя я люблю свои глаза я люблю свои волосы я очень ценю и уважаю себя здесь невозможно не любить да за свою силу воли за свои старания и своим примером здесь можно даже так сказать я показываю пример другим людям детям я вдохновляю мужа сейчас когда мы перешли к цвету проговаривайте то что вы в себе любите что есть прекрасного и пожалуйста помните если вам что-то в себе не нравится пойдите изменить не нравится зубы пошла к стоматологу и сделала накопила и загадала желание накопила и сделала не нравится фигура пошла заниматься пошла в зал кто не хочет зал лет я не хожу в зал поверьте мне я самый можно сказать ленивый человек на свете но мне лень ходить в спортзал я не вижу смысла туда ходить поэтому я все делаю дома как только открываю глаза до того как произношу доброе утро найдите в себе то что вы полюбите найдите в себе то за что вы себя любите если вы не можете любить просто так найдите хотя бы на себе что-то что вызывает вас радость и восторг и когда вы будете любить себя вы будете излучать совершенно другую энергетику и та энергия которую вы начнете излучать она словно магическим каким-то дождем покроет весь мир вокруг вас эта любовь она будет лица отовсюду она будет проявляться во всем цветы будут пахнуть ярче розы будут свежее улыбки будут намного искреннее смотрите как нежно ложится розовый цвет мне сейчас вызывают ассоциации что я вот этим вот хотелось как-то сказать как мантии любви накрываю весь мир я люблю себя вот даже себя хочу здесь выделить сейчас я люблю себя не есть даже что любить я стремлюсь к одной мне ведомому совершенству я пентантично перфекционизм у меня зашкаливает я очень добрая открытая безумно честная искренняя и всегда говорю правду правду люди не всегда любят но я себя за это уважаю я безумно пунктуальна я очень стараюсь и сделать жизнь своей семьи счастливой то что я вам говорила что их действительно безумно ценю в себе я умею верить чудеса эти чудеса происходят со мной постоянно я в себе это безумно люблю я умею улыбаться даже когда всему миру хочется плакать не то что себе вот следующий цвет какой вам хочется подумайте какой вам хочется почувствуйте его подарите любовь каждой клеточки своего тела знаете вот здесь тоже хочется довести не спешите менять цвет не знаю какой у вас у меня вот розовый все вокруг меня наполняется любовью и знаете тот нежный свет который есть исходит от каждого человека который есть вас вы озаряете все вокруг своей любовью своим теплом своей нежностью и весь мир расцветает и начинает улыбаться знаете я хотела взять желтый а возьму в итоге фиолетовый пропускайте эту любовь через себя ощущайте ее дышите я так понимаю вот этот круг моя семья который полностью попал во владение весь мир или семья может быть где-то тут еще есть обращайте внимание на цвета которые вы берете что они для вас значат и только после того как вы полюбите себя вы можете начать любить своего мужа мужа партнера так хотите можете назвать да у нас есть такое понятие гражданский муж не важно только после того как вы начнете любить себя вы можете начать любить кого-то другого не пилить не страдать не мучиться и быть несчастной а именно любить абсолютно бесконечно и просто так и и вот после того как вы научились любить себя любить своего мужа детей не просто так называют плод любви вы уже будете любить своих детей почему дети идут после после мужа мое виденье этого вопроса потому что дети ну во первых дети это гости в нашей жизни и очень важно по достижению их совершеннолетия их отпустить и пока у вас есть возможность насладиться их присутствием рядом наслаждайтесь а с мужем вы останетесь и будете жить дальше жизнь а ребенок ваш пойдет в мир и будет жить свою жизнь и будет любить свою жену мужа детей и очень важно научить этого вашего ребенка вот этому чувству любви мне хочется подарить свою любовь всему миру я хочу озарить этот мир своей любовью я хочу чтобы каждый человек в этом мире чувствовал любовь и дело в том что люди как правило думают что любовь она где-то вы ошибаетесь любовь она в нас самих просто для того чтобы ее пробудить нужен кто-то другой и сколько примеров я думаю много вы приведете когда вы встретили свою своего партнера в тот день когда вы были абсолютно счастливы сами и любили себя до кончиков пальца именно в этот день вы встретили своего партнера я думаю многие из вас это подтвердят смотрите какие цвета нежные розовые наполненные любовью все из состояния любви когда вы посмотрите на своего самого как бы это сказать злого не врага а наверное агрессора да ну кто у вас вызывает больше всего агрессии из состояния любви вы увидите что вот этот вот ваш обидчик но давайте вот так назовем он глубоко несчастный человек может быть он и строит все эти козни только потому что он не умеет любить себя и здесь как мы уже с вами проговаривали много раз обсуждали сочувствие прощение и не обращать внимания хорошие хорошие тоже варианты вот также любовь в себе как ее почувствовать садитесь включаете хоа пона пона и мысленно обращаясь к себе проговаривайте все фразы ссылочку оставлю в описании под видео поэтому слушайте и меняйте свою жизнь я люблю себя вот такая работа у меня получилась линия поля и фигура фиксации знаете даже хочется розовый взять подышите вдохните глубоко-глубоко можете взглянуть на список что вы любите в себе я люблю себя и ведем линию поля чтобы добавить еще больше энергии нашей работе я люблю себя 2 3 4 я люблю себя я очень-очень себя люблю фиксация почувствуете думала здесь но вибрирует здесь знаете все таки возьму не розовый возьму фиолетовый извините не видно я не увижу свою фигуру фиксации еще раз я люблю себя я люблю себя и я люблю себя и я люблю себя какие у меня жирненькие линии поля получаются я люблю себя как будто сейчас пришло в голову как будто это канал по которым течет энергия попробуйте прочувствовать ее я люблю себя и вот теперь фиксация и я люблю себя 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 есть очень классный момент когда подходите к зеркалу или когда проходите мимо зеркала и видите свое отражение улыбайтесь себе искренней улыбкой так как вы улыбаетесь своим детям своему мужу улыбайтесь себе вот оленька чтобы ты четко и ясно поняла я люблю себя ну а я вам желаю любить себя обязательно округляйте все пересечения которые у вас появляются я вам желаю любить себя классного дня потому что только из состояния любви вы можете изменить не то что свою жизнь но и целый мир пока пока